Практическая психология Такая великолепная тема, да? Да, согласна. Творчество, оно всегда ресурсное, всегда заряжает нас, женщин, детей, да что и говорить, мужчин тоже, так как на занятия ко мне приходят и мужчины в том числе, и это прекрасно. Сначала была терапия красками, да? То есть сначала всё-таки художник. Конечно, да. Вначале художник, и моё первое образование – это именно дизайн, это именно искусство, когда мы пишем картины. Но душа человеческая меня манила всегда, поэтому это уже следующий этап – это психология. И так как оба направления мне очень нравятся, я совместила рисунок и психологию. Да, и я, кстати, эту магию испытала, да, по чётким руководствам твоим, поэтому очень даже рекомендую. Ну, давай попробуем сегодня нашим слушателям рассказать, в чём же вот это ресурсное состояние, арт-терапия, почему мы берём кисти, почему мы берём краски и начинаем работать вроде бы с листом бумаги, да, но кардинально меняется и наше настроение, и наше самочувствие. Да, это действительно так. Ещё Юн говорил, и он использовал в своих трудах такой метод, как мандалотерапию, и он используется сейчас очень хорошо. Мы соприкасаемся во время рисунка, мы соприкасаемся с какими-то нашими архетипическими образами. Это образы, которые обходят наш мозг, который контролирует всё. Рацио такое, да, которое пытается всё понять. Да, или левое полушарие. Мы идём сразу же в правое полушарие, и здесь свобода выбора, свобода инструментов. То есть это могут быть и краски, это могут быть карандаши, это могут быть кисти, это могут быть даже наши собственные руки. И мы уже интуитивно чувствуем то, что нас напрягает, какие-то ситуации, которые мы не можем разрешить, и боимся сказать об этом. Мы берём краску, мы берём цвет карандаш, мы берём, смотрим инструменты, что нам подвластно на данный момент, и прямо выносим это на бумагу. И бывает, что, я думаю, мы замечали, когда женщина побьёт посуду или порвёт ли из бумаги, у неё наступает облегчение. Это некий такой деструктивный немного способ, хотя тоже имеет право быть. Социально одобряемо всё-таки. Да, немножко одобряемо. Снизить пар, давление пар. Или я называю внутреннее напряжение любого человека. Да, убрать внутреннее напряжение. Но когда у нас есть такой экологичный инструмент, как краски, который доступен сейчас каждому, мы это можем выразить на большом листе бумаги, на маленьком листе бумаги. Мы можем вообще взять старую обоину, раскатать её, и просто руками, ногами начинать наносить краску одну за другую, одну за другой. Таким образом происходит эмоциональный всплеск или выплеск. То есть мы можем как наполнить себя, свою пустоту, да, тот вакуум, в котором мы находимся, мы можем его раскрасить. Таким образом у нас появится ресурс, у нас появится движение вперёд, потому что каждая краска, каждый цвет, он внесёт в себя определённую волну или заряд эмоций, да, который мы, опять же, считываем нашим правым полушарием, и он на нас влияет. Ещё Кандинский об этом говорил и заметил. А когда мы берём, например, чёрный цвет, мы высвобождаем. То есть мы не наполняем свой вакуум, а мы, наоборот, высвобождаем какие-то законсервированные эмоции, опять же, повторюсь, которые проговорить порой бывает действительно сложно. То есть, получается, работа с цветом, да, она напрямую влияет на наше эмоциональное состояние? Безусловно, да. Каждый цвет, он очень заряжен, у каждого цвета своя волна, и когда мы с ним соприкасаемся, мы погружаемся в определённую эмоцию, которую несёт этот цвет. Не зря же есть известный цветовой тест Люшера, да, который очень себя хорошо опробовал и используется с детьми, со взрослыми, и в разного рода терапии. Я думаю, ты как профессиональный психолог знаешь это и работаешь с ним. Действительно. Мы только сейчас проговорили про восприятие цвета. Да, конечно. То есть про работу цвета. Но и даже здесь мы понимаем, что профессиональные психологи, видя, как ребёнок или взрослый, какие он выбирает цвета, мы уже можем диагностировать даже, да, по цвету терапии у нас есть такие, да, моменты, те или иные состояния. Это же состояние апатии, субдепрессии, ещё что-то. Конечно, да. Особенно, да, в этом сильно клинические психологи. Но чаще всего человек, даже не осознавая, да, вот с помощью рисунка, он не только проводит, как бы специалист может провести диагностику, но тут же сразу же включается терапия. Конечно, да. Это бессознательное. Когда мы смотрим на рисунок, и мне это очень нравится. Даже такая история, когда это мастер-класс. Люди приходят, и я им даю набор картинок. Но каждый выберет картинку, соответственно, его эмоциональному состоянию. И когда он входит в этот объект, да, в этот образ, он его наполняет своим цветом. Крайне редко люди выбирают какой-то образ и наполняют его цветом один в один. Они берут образ, который у них внутри, они его раскрывают, наполняют. И если потом человека спросить, это очень важно в арт-терапии, спросить, о чём же для тебя этот рисунок, он будет рассказывать, он будет видеть, а что же там для меня. И потом уже художник, арт-терапевт, он может быть неким мостом, да, проводником по этому мосту между своим бессознательным и сознательным. И он может рассказать, да, а обратите внимание сюда, может быть, вот здесь скрыто то, что вы так тщательно прятали от себя. И это удивительно. Когда мы видим этот цвет, мы видим какой-то образ, сочетание цвета и образа, и человек начинает рассматривать свою картину, он вдруг натыкается на то препятствие, которое мешало ему продвинуться вперёд. И так происходит осознание, это ненасильственный способ для него самого, он не травмирующий, продвинуться, пройти дальше. В общем-то, я думаю, тебе знакомы метафорические карты твои любимые, это же тоже ассоциации, да, с нашими образами, и опять же мы обращаемся к нашему архетипическому ряду. Получается, вот сейчас ты соединила уже и цвет, да, и образ. Да, и форму. И форму. В итоге человек вот такими очень простыми, понятными, понятным языком начинает лучше понимать себя. Конечно. Лучше воспринимать всё то, что происходит в его жизни. Да, и он может с помощью рисунка избавиться от одиночества. Он может увидеть, что он на самом-то деле не одинок, и он может увидеть, насколько он сам для себя является многогранной фигурой в жизни, и уже из своего ресурса начать творить. И это потрясающе на самом-то деле, когда я смотрю на рисунок, на цвет, и я вижу какие-то несоответствия цвета и формы. Я понимаю, вдруг у меня как вспышки, вот эти осознания, ага. Инсайты. Да, а вот здесь, оказывается, я не могла или могла, или просто по какой-то причине я сейчас туда не иду, потому что мне страшно. И человек просто, просто рисуя цвет, образ, добавляя маленьких деталей, он возвышается над собой, он может посмотреть на себя со стороны. И более того, я скажу про такой удивительный инструмент. Мы все знаем, что наша жизнь – это игра. И каждый человек находится в своей игре. Он устанавливает свои правила, он устанавливает свои барьеры. Границы. Да, идёт к своим целям. И в этой игре есть право на свободу. И когда происходит то самое застревание, но он его рисует, он может как будто бы поучаствовать в этой игре сверху. Он её рисует и наделяет своего выдуманного, как он думает, героя разными качествами и проигрывает историю, которая ему была необходима. Возможно, это история из детства, возможно, это история его настоящего, а возможно, он уже моделирует своё будущее и таким образом делает шаг в своё будущее или закидывает челнок, челнок хорошего туда. Ну, то есть как бы прорисовывая траекторию движения. Да, да, своего пути. Прямо путь героя. Да, путь героя. И всё это может быть сначала на листе бумаги, да, с возможными красками, с вариативностью ситуации. Конечно. А ещё он может нарисовать помощников. Это будет ориентир, тот самый маяк, который в дальнейшем поможет ему не сбиться с пути. Когда он один за один раз, второй, третий будет возвращаться к своему рисунку, и тем более он может увидеть, что что-то не хватает, и продолжить свой рисунок. И то есть меняя свою судьбу таким простым образом волшебными красками. Да, волшебными красками. Вот смотри, часто бывает так, что, например, после консультации я говорю клиенту о том, что вам надо к арт-терапевту, да, потому что, ну, вот видим, что прямо не в ресурсе человек, да, а если видим, что, в принципе, там норма, а не есть органика, да, то тогда мы, конечно же, ищем такие очень мягкие такие, да, варианты, чтобы... Арт-терапия великолепно работает и с личными проблемами, и с личными состояниями. И в моей практике встречались случаи, когда с помощью рисунка мы, мало того, прорабатывали тему психосоматики. Да, безусловно. Даже это уже, например, психологического бесплодия. Женщина не может забеременеть очень долгое время, и все врачи говорят, что она физически здорова, да. И вот, пожалуйста, с помощью красок, листов бумаги и с помощью нескольких встреч мы снимаем вот те запреты, которые она сама себе придумывает на появление малыша, да. И все это волшебные краски, все это просто чистый лист бумаги и легкое сопровождение специалиста. Вот как часто к тебе приходят люди, у которых есть запрос на взаимодействие между родитель-ребенок, супруга-супруг? И работаешь ли ты вот в этом направлении? Ну, я хочу сказать, что это интересный момент такой, потому что я когда спрашиваю, ко мне идут чаще всего, чаще всего запросом интересным. Это реализация себя. Так как мы сейчас живем в век такой, что женщина понимает свою значимую роль в социуме, не только в семье, и приходит с запросом, а какое же мое место в этой жизни? Где оно? И следующая тема – это как раз-таки отношения. Дети в меньшей степени, а именно отношения, как выстроить, как найти того самого. И что делаю я? Для начала обращаю внимание, а ты что даешь своему мужчине? Что ты можешь дать миру своему мужчине и, в первую очередь, сама себе? Наполнена ли ты и из какого состояния ты зовешь своего мужчину? Ты хочешь создать пару? И вот здесь, да, арт-терапия как раз очень хорошо помогает увидеть себя, какая я сейчас, какой я хочу видеть себя и из какого состояния я хочу привлечь нужного мужчину. То же самое с предназначением, когда мы ищем, и я считаю, что предназначение, оно многогранно, предназначение, например, есть у шкафа, туда мы вкладываем вещи, а у человека это множество предназначений, потому что мы рождаемся не с одним талантом, и мы можем развивать уровень нашего мастерства. Поэтому мы опять же смотрим, в какое направление человек может посмотреть, направить внимание, а где получится, и начать делать туда шажки. И я люблю это выражение, разбрасывать челнок в будущее, посмотреть, а если вот там, как бы в этой профессии, да, а если вот там, и где оно откликается, или мы просто эту профессию рисуем, мы начинаем конфронтировать ее, мы как бы смотрим на нее, соприкасаемся с ней, и тут же у нас есть отклик тела, мне там окей или не окей. Например, женщина хочет быть руководителем банка, я говорю, давай мы нарисуем деньги, давай мы нарисуем банк, как тебе на это, давай на это будем смотреть. И когда она уже рисует, она понимает, нет, я, пожалуй, не хочу работать банкиром. Хочу быть цветоводом. Да, и она рисует цветы и говорит, да, пожалуй, флорист, это мое. И также буквально недавнишний эпизод про поводу отношений, он у меня случился в Питере, когда был большой мастер-класс, и девчонки приходили с запросом, и одна как раз женщина пришла с запросом о том, что я хочу встретить сильного мужчину, я хочу встретить пару, с которым будут гармоничны мои сексуальные отношения, в том числе я буду раскрывать свою страсть. На что я спросила, а ты готова в этой паре раскрыться? Как твои барьеры? Опущены ли они? Или они выставлены настолько высоко, что мужчина тебя за этими барьерами не видит? И изначально был запрос на пару, и мы хотели рисовать пару. Но потом, когда она посмотрела ряд картин, которые я ей предложила, она выбрала женщину, она выбрала обнажённую женщину. Она как бы смотрит на мир со спины, и у неё волосы развиваются, много экспрессии. И вначале... Свободы. Да. Вот обрести... Разрешение своей силы, да, признать свою силу. И она сказала, именно это я и хотела. И когда она начала рисовать, она добавила в цвет кожи фиолетовый, красный, розовый, зелёный, жёлтый. И она добавляла туда множество цветов и создавала такой интересный образ. И я увидела, как слёзы текут по её глазам. Это был тот самый инсайт, которому ведёт арт-терапия, когда мы смотрим на одно и хотим одно, но начинаем работать с первопричиной, и высвобождается много энергии для того, чтобы сдюжить то, что она хочет в дальнейшем. Потрясающий пример. Вообще, истории с арт-терапией, да, очень много описано таких вот на уровне, прямо на грани волшебства. Это правда. Это правда в литературе, да, мы сталкиваемся с этим в жизни. И поэтому, когда видим ту или иную проблематику, да, никогда не отказываемся от таких простых инструментов, как краски, карандаши, листы, бумаги. Ну и, конечно же, если же вас ещё и сопровождает специалист, который вовремя что-то подскажет, который вовремя задаст вам вопрос, который где-то, может быть, промолчит и не вмешается даже в процесс, да, в этом тоже есть определённое искусство. Безусловно, да. То результаты не заставляют себя долго ждать. Кстати, расскажи про историю, которую в нашем городе, в общем-то, очень многие знают, и у всех прямо есть такой тоже запрос, да. У нас есть определённая картинка. Расскажи про эту картину, про которую вот ты её рисуешь, и потом начинаешь путешествовать. Ну, это не совсем эта картинка. Есть такое упражнение «рука творца». Когда я обучалась именно технике рисования, да. Да, техника. Это техника, это был авторский курс, я его проходила в Новосибирске, в Академгородке, под чутким руководством моего преподавателя Татьяны. И история в том, что у нас есть наши ручки. И мир, он тоже сотворён условно руками, да. Конечно, он сотворён из сердца, но условно руками. И вот мы берём свою руку, очень классное терапевтическое упражнение, и мы её обводим, можно одну, можно обе, обязательно, чтобы было запястье, потому что если мы не рисуем запястье, мы как будто бы себя отрезаем от мира, да. Мы берём только вот одну руку, а с чем она соединена, у нас, значит, этот мост не выстроен. И после этого мы в самой руке мы рисуем то, что мы хотим. То, что мы хотим, это наш запрос. И во внешнем мире мы рисуем то, куда мы будем двигаться. И это рука творца, когда мы, я, творец своей жизни, и мы вот здесь, мы это люди, да, можем соприкоснуться с тем, с чем бы нам хотелось. И девушка пришла с запросом, и запрос, может быть, ещё только витал в её голове, но однозначно это было про путешествие, и она внутри своей прекрасной руки нарисовала... Почему-то пришёл образ земного шара, пришёл образ лодки, это парусник, мы посмотрели ещё, в какую сторону направить этот парусник. А вокруг это были бескрайние моря, горы, это было солнце, это были дома, это были исполинские деревья. И такой вот получился некий калаш, когда внутри мы видим весь земной шарик, на этом земном шарике идёт корабль, парусник, а рядом, да, когда вот творец, он прикасается к миру. И вот это многообразие мира было тоже проявлено. О чём была картина? Возможно, она была о том, что я хочу съездить в отпуск. Был такой запрос, но я сказала, ну окей, давай посмотрим, что будет. Давай посмотрим, что будет, потому что картина была глубоко наполнена образами. Там был цвет и жёлтый, и синий, и зелёный. Зелёный, в ней было много цвета, много деталей. И буквально спустя какое-то время я получаю от этой девушки чудесное сообщение. И она мне пишет, Оля, я объехала уже пятую страну. Пятую страну. И я говорю, а какой запрос-то быть? Она говорит, ну вообще попутешествовать. Я говорю, так он исполнился. Она говорит, он исполнился в полную силу. И потом это было ещё больше пяти стран. То есть вот этот земной шар и путешествие вокруг земного шара, оно дало то самое движение, когда человек, может быть, думал об одной какой-то стране, об одном каком-то городе. Но она увидела, как бы взглянула дальше, шире на то, что же она хочет на самом деле. И всё стало происходить. Действительно, вот это рисуя разрешить себе, да, это очень важный пунктик. Вообще при любом творчестве, мне кажется. Конечно. Давай попробуем вот ещё проговорить. Как мы работаем в паре, когда, например, это, ну как мы понимаем с тобой, что чаще всего приходят женщины, да, потом женщины иногда приводят с собой своих партнёров. Безусловно. Как вообще мужчины работают в процессе арт-терапии? Вот вы знаете, мужчины работают, да, даже порой лучше, чем женщины. У них нет каких-то психологических барьеров. Их самый главный барьер – это дойти и начать рисовать. Но как только они соприкасаются с красками, что-то происходит магия. Они берут одну, вторую, третью. Они более смелые, да? Да, они не боятся. Может быть, они это воспринимают как, ох, я вижу дом, да, мне надо его построить. И начинают накладывать на холст, на лист бумаги разные цвета. И интересно, что мне казалось, и что дала мне арт-терапия? Мне казалось, что мужчины, они более брутальные, что они такие у нас сильные, да, и вот непробивные, да, в панцире. Но когда ко мне стали ходить мужчины, а они ко мне, в общем-то, ходят завиданной регулярностью, да, я вижу, как на их полотнах рождаются такие образы, как котики в парочке, как девочка, которая идёт за ручку с сердцем. И это была такая потрясающая работа. Девушка идёт и за руку, она держит сердце. И для мужчины нарисовать тонкий образ женщины, которая ведёт за руку сердце. И когда я спросила, про что это, и он говорит, это моя любовь. Я веду за руку своё сердце, свою любовь, которую я готов дарить. Для меня это было настолько ошеломляюще. И когда он рисовал первые его картины, это были образы тоже животного, в дожде, грустного, что-то он одинокий. И по мере продвижения он рисовал вначале один образ, наполнял дом теплом, потом второй, и он встретил пару. Он не встретил, он сошёлся после конфликта со своей девушкой. И это было, что он ведёт к ней сердце. И вот эта трансформация, она произошла у нас за 4-5 занятий от грустного, от такого вот заброшенного, одинокого кота, который под дождём. Вот это, это, у меня этот рисунок до сих пор стоит перед глазами. Заброшенный, сидящий, там было на какой-то скамейке. Кот, идёт дождь, он тёмно-синий, дождь серый. И это всё вот как это слякоть. Это было его состояние вначале, и потом... И потом он раз, движение, говорю, давай мы солнышко добавим. Мы наполняли. Потом второй, мы рисуем травку, уже какие-то цветы. И последняя картина. Он стоит вот с этой девушкой, которая тонкими ручками держит за руку сердце. Отлично. И это было невероятное, да, и воссоединение пары. Это тот случай, когда первый пришёл мужчина, а потом подтянул свою женщину. Отлично. Ну вот видите, неважно, кто первый. Главное, да, что есть результат, и после этих результатов у людей жизнь на порядок лучше. Да, она становится более динамичной, более живой, более интересной. И ты когда... Это из разряда того, что мы даём человеку удочку. И вот он знает, что возможно, что сейчас он не дойдёт до терапевта, до психолога, чтобы разрешить свою задачу, а он может в моменте что-то поделать, чтобы получить ресурс, смотреть на свою проблему, справляться с какой-то задачей, а не избегать её. Не убегать, а опять же соприкоснуться с ней честно, выпустить пар или наоборот наполниться и избавиться от одиночества. Оля, скажи, пожалуйста, а вот про что, когда люди начинают писать картины, а потом их забрасывают? Ну, как, не как вот некоторые прямо клиентки говорят, да, или клиенты говорят, что я пробовал, да, но вот что-то там начало, а где-то там, где-то пылится. Да, ну, конечно же, здесь нужно посмотреть, что происходит с самим человеком, нет ли избегания, потому что, когда человек что-то не заканчивает, однозначно есть избегание. Но если мы обратимся к самому простому, то он накопил очень много завалов, то есть это незаконченные дела, которые... Незавершёнки. Да, все незавершёнки, которые тянутся, и мы можем посмотреть, а почему ты не завершаешь, и тоже это порисовать. Также мы можем посмотреть о том, что вот тема сопротивления, здесь она очень актуальна, да, когда человек, ну, он хочет, но вот это расщепление нашей личности, одна часть, которая принята, а вторая часть, которая отвергнута, и между ними происходит конфликт. Когда человек что-то для себя постулирует, а потом он даёт контрпостулат, да, и вот эти два мироощущения, они между собой начинают конфликтовать. И здесь тоже нам нужно очень тонко пройти между вот эту грань, да, что я сопротивляюсь, и сказать, ты можешь, ты справишься, да. Да, это интересная тема, и поэтому человеку нужно, опять же, обратить его на это внимание, чтобы он просто смотрел, сказать, хорошо, окей, ты сейчас туда идти не можешь, ты не закончил. Поэтому начни заканчивать маленькие дела у себя в доме, например, приберись, не оставляй вот на полпути начатое, прибери свой дом, ты хотел сходить в магазин, может быть, ты хотел сходить, сделать себе новую прическу, сходи. То есть доделай мелкие дела, так высвободится энергия для того, чтобы закончить что-то большое или хотя бы начать на это смотреть. Потому что все незавершёнки, они будут оттягивать этот процесс, они будут забирать наши единицы внимания, и мы не сможем увидеть проблему целиком. Мы как бы убегаем в мелкие дела для того, чтобы... Не увидеть что-то большое. Да, не увидеть что-то большое, поэтому люди, как правило, или, да, человек берётся за какую-то очень большую цель, а ведь цель нужно есть по частям, да, когда слон большой, мы не можем есть его сразу. Мы это делим, мы как бы делим условно на части и начинаем соприкасаться с этими частями, потому что если мы возьмём слишком высокий градиент, ну как мы туда заскочим? У человека даже может быть головная боль, потому что он боится, он видит, что проблема, задача или цель большая. Угу. Оля, очень всё интересно. Вот скажи, пожалуйста, бывает так, что дети рисуют, знаешь, такими прямо, да, вот острые углы, всё у них такое взъерошенное, да, родители приходят и говорят, посмотрите, всё чёрного цвета, всё такое колючее. И вот есть ли какие-то прямо коротенькие рекомендации, как завершить такие рисунки, не пугаться их ни в коем случае, не говорить ребёнку, прекрати рисовать этих монстров? Да, конечно. Но хочу оговориться, что в случае с детьми чёрный цвет не всегда является депрессивным цветом, нужно смотреть в контексте, что рисовал ребёнок, но я бы подумала в первую очередь, когда это монстры, когда это острые углы, на тревожность ребёнка, на не подавляется ли он в семье, может быть, кто-то из членов семьи его подавляет, может быть, кто-то подавляет его в школе или в детском садике. Защита ведь, да. Человек выставляет иголочки, и это делает он, опять же, интуитивно, поэтому он с помощью... Терапевтирует себя, да, усиливает. С помощью образов это всё он выносит на бумагу, чтобы облегчить своё состояние, так как маленькому ребёнку трудно контролировать свои состояния, и проговорить он их не может в силу того, что он даже не знает этих слов ещё, да, как объяснить своей мамочке или папочке. И что... Есть такой прекрасный метод, да, называется нейрографика, он сродни тоже арт-терапии. Что мы делаем? Мы берём и просто начинаем из этих колючек рисовать круги, круги. Мы кружим это, да, ребёнок, чтобы нарисовал круги и желательно добавлял туда жёлтого жизнеутверждающего, зелёного, голубого, и прямо поверх своих монстриков рисовал круги. И вы увидите, что рисуя круг за кругом, круг за кругом, красками, карандашами, вот всё, что под рукой, кисточками, любым цветом, да даже чёрным, он будет избавляться, он будет сглаживать эту проблему, сглаживать свои состояния и эмоции и выпустит парк. Спасибо большое. Ну что, до новых встреч. Это была программа «Практическая психология». Да, спасибо. Действительно, до новых встреч. Сегодня у меня в гостях была арт-терапевт, художник Ольга Шиляева. Всем любви, счастья и всего самого наилучшего. Всего хорошего.